МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В составе клуба Бастиан провел 13 сезонов, а это 500 матчей. Забил 68 голов и выиграл все главные клубные трофеи. Стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка Уэфа. Также он играл за английский Манчестер Юнайтед. Сейчас полузащитник выступает за американский клуб Чикаго Фаер. Тот, кому наскучил футбол, может найти в истории спорта самые необычные альтернативы. Например, пола на автомобилях, теннис на льду, бокс между малышами или воздушный гольф. Дершпигель углубляется в историю и вспоминает, как в мае 1928 года в гольф-клубе Олд Уэстбери на Лонг-Айленде был представлен новый вид спорта, который вскоре стал сенсацией в газетах – воздушный гольф. Играть в него можно было только командой. Пилот сбрасывал мячи с самолета, а его коллега на земле должен был загнать их в лунку. А вот еще одна необычная дисциплина – рыбалка на человека. Она была популярна в Австралии с 1899 года. Роль рыбы выполнял хороший пловец. На рыбу надевали ремень, которому рыболов прикреплял прочную веревку. У рыбака было 10 минут, чтобы вытянуть добычу на землю. При этом рыба могла не только плавать и нырять, но и защищаться всеми способами. Например, перекусить веревку зубами. Не менее суровым видом спорта было в начале 20-го столетия и пола на автомобилях. Участники игры охотились за мечом, сидя не на лошади, а на крыше несущегося автомобиля. А самой успешной тактикой было протаранить своего противника. Эти и другие спортивные игры описаны в книге «Бросание лис», «Борьба с осьминогом» и другие забытые виды спорта. В ней британский публицист и автор документальных фильмов Эдвард Брук Хитчинг собрал десятки странных спортивных развлечений. Энди Маррей, бывшая первая ракетка мира, не сумел далеко пройти на первом для себя турнире большого шлема в этом сезоне. Британец проиграл испанцу Фернандо Вердаско во втором круге. Это было не самое успешное возвращение, констатирует ресурс теннис. В марте этого года спортсмен перенес операцию на бедре, а в 2013-м восстанавливался после повреждения спины. Маррей рассказал о причинах своего вылета от Фернандо Вердаско на United States Open официальному сайту ATP. Теннисист признался, что в отдельных эпизодах был доволен своим выступлением. Он играл так хорошо, как еще не играл после операции. Тем не менее, были и плохие моменты. Я совершил множество ошибок в конце первой партии. Думаю, должен был выиграть ее, но не сделал этого. Я играл слишком нестабильно. В целом, думаю, отлично справился. Были довольно сложные погодные условия, но невзирая на жару, я продолжал бороться за каждый мяч до самого последнего розыгрыша. Заявил Маррей. Несмотря на самокритичность спортсмена, болельщики поддерживали его так, будто он и не покидал позиции первой ракетки мира. Тем не менее, в матче второго круга Маррей уступил испанцу и покинул United States Open. Аргентинский баскетболист, атакующий защитник Сан-Антонио Спёрс, Ману Джинабили, завершает карьеру. Российское издание «Спортс» рассказывает, чем запомнится болельщикам и какой след оставил в истории этот спортсмен. Вне НБА все понятно. Джинабили побеждал во всех командах, за которые выступал, и изменил баскетбол навсегда, когда обыграл сборную США и сделал Аргентину олимпийским чемпионом. Но если ограничится лишь НБА, то все может показаться не так однозначно. Через 20 лет будут смотреть на очень скромную, незвездную статистику, отсутствие каких-либо индивидуальных призов и больших матчей на стадии плей-офф. Уже сейчас на полном серьезе поднимается вопрос о том, достоин ли Джинабили попадание в несуществующий, но все равно гипотетически важный зал славы НБА. Однако для автора «Спортс», как и для многих мировых спортивных аналитиков, вклад 41-летнего аргентинца в баскетбол очевиден. «Значимость Джинабили нельзя измерить статистикой, регалиями и даже перстнями. Но от этого ее контуры не становятся сколько-нибудь размытыми. Когда ты не просто побеждаешь, а еще и своими победами меняешь мир вокруг, совершенно не важно, сколько у тебя вызовов на матчи всех звезд». А Джинабили говорят, что он самый известный левша, лучший шестой игрок в истории. Он изменил то, как играют в баскетбол. У него уникальный стиль с неуловимыми проходами влево, гениальным видением углов и площадки, передачами между ног и прочими особенностями, отрицающими ограниченность пространства. И хотя на каждый довод в пользу защитника «Спортс» находится свой контраргумент, значение этого игрока переоценить невозможно. Джинабили это и есть умный, отработанный до мелочей и абсолютно нечиславный баскетбол. Редактор субтитров А.Семкин